С ужасом представляю себе, что Вашингтон или Атланта выйдут в финал Восточной конференции. С моей стороны, мне кажется, что эта команда не заслуживает участия в финале конференции и собрать в целом глобальный NBA. Но сила Востока сейчас такова, что такие команды даже претендуют на финал конференции. К сожалению, я думаю, что Майами в этом году на Востоке достоинно сопротивления не встретит. Даже за счетом того, что если даже выйдет Индиана, то Майами с такой Индианой, с таким Хибертом, который не может набрать ни одного очка, ни одного подбора, с таким Стивенсоном, который, да, заведенный, но он свои эмоции, свою страсть больше направляет в привлекание с судьями или споры с судьями, а не непосредственно то, что он должен делать на паркете. С Полом Джорджем, который игру своего уровня не показывает, в Майами сопротивления на Востоке, к сожалению, нет. В Вашингтон хорошая команда, хорошая связка Джон Уолл, Брэдли, Билла, неплохой большой Нене, который, как защитник, конечно, он не самого высокого уровня, но на чужой половине паркета он показывает хорошую, стабильную игру, набирает свои 15-20 очков стабильно. Но я думаю, что Майами максимум может отдать. Это две, ну, три игры, я сомневаюсь, что в каком-то из раундов кто-то сможет Майами забрать больше, чем две игры. По победителю на Востоке, мне кажется, уже очевиден, это Майами хит. Хочется, чтобы серии заканчивались 4-3, 4-2, чтобы мы, ну, как болельщики, как любители баскетбола видели больше матчей, больше борьбы, больше эмоций, больше там каких-то разочарований, удовлетворения, чего-то еще. К сожалению, на Востоке этого практически нет.